Раннее утро праздника Ураза-Байрам. Конец священного месяца Рамадан. Месяца, когда мусульманам много сотен лет назад был дарован Коран. Обычно в это время и тротуары, и вся прилегающая к Барнаульской мечети территория полна людей. Вот как это выглядело, к примеру, еще в прошлом году. Но не сегодня. Крайне необычное ощущение. Ты в мечети, в разгар одного из главных мусульманских праздников. И здесь почти никого. Обычно едва-едва пробираешься. Обувь, сидящие люди. Но порядок, есть порядок. Фагим Хазрат говорит, в среднем в большие праздники в мечеть приходит около пяти тысяч верующих. Но уже в марте, когда объявили об ограничениях, храм опустел. Теперь здесь только сам главный имам соборной мечети и его помощники. Фагим Хазрат поясняет, понятие карантина упоминается в самом Коране. Слова пророка Мухаммада, он сказал, что если вы знаете, где-то есть чума, туда не ходите. Если у вас есть чума, оттуда не выходите. Вот сейчас карантина, я думаю, это есть. Многовековое правило. Утром в этот день встать, помыться, надеть чистую одежду и пойти в мечеть на праздничную молитву. На этот раз изменили. Он признается, на его памяти не было такого, разве что в советское время. Барнаульская поэтесса Фрида Габдраупова рассказала нам, что верующие уже проходили через подобное. Я выросла в мусульманской семье, в которой дедушка был еще и мула. У нас в Барнауле долгое время не было мечети, поэтому все мусульмане собирались в каком-то частном доме. Мы дети, конечно, не были на таких праздниках, но тем не менее мы знали, что вот Курбан Байрам, Урза Байрам есть. И мы, конечно, к ним готовились. Еду национальную, гости, поздравления, все как полагается. Как и другие верующие, она отмечает Урза Байрам дома в кругу семьи. Следующее большое мусульманское торжество, Курбан Байрам, состоится через 70 дней. Верующие надеются, что в следующий раз отметят праздник традиционно все вместе.